Всем привет! Меня зовут Лида и мы с вами на канале Лида Лайфвлог. Мой канал о моей жизни в Испании. Также здесь вы можете найти очень много полезного и интересного о жизни в Испании. Если вы досмотрите это видео до конца, не забывайте поставить лайк внизу под видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, что меня очень удивляет, обязательно подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих новых видео. Итак, вы решили переехать жить в Испании. И у вас нет никакого дохода для того, чтобы жить в Испании, не работая. Тогда первый из важнейших, главнейших вопросов, которые вам придется решить, это поиск работы в Испании. Найти работу в Испании сложно, но возможно. И сейчас мы с вами разберем этот вопрос. Многие считают, что приезжие граждане и иностранцы в Испании могут претендовать только на неквалифицированную работу. Но мнения в этом вопросе очень разделяются. Многие считают, что это вполне возможно. И мы сейчас это разберем. Может ли иностранец работать на территории Испании? В соответствии с испанским законодательством, на территории Испании может работать тот человек, который пребывает здесь легально, зарегистрирован и имеет любой вид документов с правом на работу. Либо же человек, член семьи испанцам. В противном случае, с вами просто невозможно заключить трудовой договор. Также зарегистрировать вас в службе социального страхования, которая дает вам гарантию и стаж работы. Это нужно для того, чтобы получать пенсию в дальнейшем. Если не соблюдаются все эти нормы, вы претендуете только на неквалифицированные виды работы, которые подвергают вас опасности в любом смысле. Следующий вопрос. Можно ли работать по своей специальности на территории в Испании? Если в своей стране вы заслуженный специалист, вы профессионал своего дела и давно работаете в своей специальности, то, приехав на территорию Испанию, это не берется во внимание. Для того, чтобы работать на территории Испании по своей специальности, для начала вам придется амалогировать, то есть подтвердить свой диплом. А для этого имеется определенный свод процедур и законодательство. В этом законодательстве имеется определенный закрытый список специальностей, по которым дипломы могут амалогироваться и признаются идентичными на территории Испании. Если же ваша профессия не входит в этот закрытый список, то тогда вам придется идти заново и учиться на эту профессию, на которой вы желаете работать. В дальнейшем, после подтверждения либо амалогации диплома, либо после того, как вы учитесь и получите диплом, вы можете идти искать работу. Часто задаваемых вопросов, нужно ли знать испанский для того, чтобы работать на территории Испании. Конечно же, ответ – да, испанский нужно знать. Но также хочу огласить один аспект. Если вы собираетесь работать на территории Каталонии, Валенсии, либо страны басков, то помимо основного испанского, вам нужно будет знать языки каталонский, валенсианский, либо баскийский. Основное преимущество наших соотечественников в том, что в большинстве случаев мы знаем английский язык, потому что в большинстве случаев испанцы иностранные языки не очень-то знают. Может ли работать иностранец в госучреждениях на территории Испании? В связи с действующим законодательством, любой иностранец может работать на территории Испании в госучреждениях только при соблюдении двух условий. Первый из которых – иностранец может работать в госучреждениях, то есть иметь статус госслужащего, только если он является супругом, либо ребенком испанского гражданина. Следующее из условий – это должны быть сданы ряд сложнейших экзаменов. Также нужно учитывать, что на территории Испании статус госслужащего имеет гораздо больше профессий, чем в любой другой стране. Это работники почты, учителя вузов и школ, также библиотечные и музейные работники, то есть этих профессий гораздо больше. Но исключением из этих всех правил являются работники, чьи профессии связаны с безопасностью Испании, и работники банков. На этих профессиях могут работать только испанские граждане. Где же стоит искать работу в Испании? Сейчас мы говорим о интернете. Куда бежать и куда отсылать резюме? Помимо того, что во всех социальных сетях сейчас есть очень много испанских групп с предложениями разнообразных вакансий, специальностей и объявлений о работе, также есть самые известные сайты, такие как InfoJobs и Melanuncio. На этих сайтах вы можете разместить свою вакансию и резюме, поискать вакансию, интересующую вас, посмотреть ее условия и условия принятия на работу, подписаться на эту вакансию. В дальнейшем уже дело времени ждать ответа и когда же ваша работа вас найдет. Конечно же, мы понимаем, что существует ряд профессий, для которых не нужен особый опыт, либо подтверждение диплома, либо даже легальное пребывание здесь, то есть наличие документов. Такая работа, понятно, что не гарантирует вам вашей безопасности, либо высокой оплаты труда. Но и также нельзя сказать, что эту работу так легко найти. Для этого нужно также приложить много усилий и очень хорошо постараться, чтобы ее найти. Но если же вы хотите работать по своей специальности, иметь высокую оплату вашего труда и работать именно там, где вы хотите, где мечтаете, то вам придется приложить максимум усилий и очень хорошо постараться, чтобы достичь этого. Изучение языка, подтверждение диплома, постоянное образование и так далее. Но вы этой цели достигнете, если вы этого так хотите. Также от себя, ПС, хочу сказать, что если вы приехали на территорию Испании или только собираетесь приехать, и вам нужно найти работу, и вы не знаете, куда кидаться и бросаться, в первую очередь в социальных сетях существует очень много как и испаноговорящих, так и русскоговорящих групп, групп с предложениями работы, с нашими соотечественниками. Просто написать кому-то и поинтересоваться, и получить какую-то информацию, это уже будет какой-то шаг на пути к переезду и к поиску работы. Также, если вы находитесь на территории Испании, здесь существуют русские магазины, где вы можете зайти, и в частности там продавцы русскоговорящие, можете поинтересоваться, кому можно обратиться, найти работу, такую, как вы хотите, либо какая есть вообще работа. В общем, как мы говорим, сарафанное радио. Если вы будете искать, вы обязательно что-то найдете. Итак, я надеюсь, что я ответила на большинство ваших вопросов. Если же у вас остались вопросы после просмотра этого видео, обязательно пишите в комментариях внизу под видео, либо мне в Инстаграм. Я всегда отвечаю на все ваши комментарии, все ваши сообщения. Всегда их очень рада видеть. С вами сегодня была я, Лида, на канале Лида Лайфлог. И мы разбирали вопрос устройства на работу на территории Испании. Я надеюсь, что этот блок информации вам был очень полезен, интересен и жду ваших лайков. Не забывайте подписаться на мой канал и нажимайте на колокольчик, для того, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До новых встреч! Всем пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok